приветствую подписчиков и гостей канала походный оптимист ну что в прошлом видео я вам рассказывал как я начинал этот проект какие трудности у нас были и как мы дошли до такого уровня как сейчас сегодня я пришел для того чтобы продолжить работу сегодня будем делать лицевую сторону устанавливать дверь покрывать ее какой-то темный темным антисептиком как-то украшу украшать вот это вот всю весь периметр вокруг окна делать его более привлекательным может быть покрою переднюю стену тоже и и нужно будет заниматься внутренней отделкой точнее сделать наконец-то уже лежаки стол внутри и подумать где же будет стоять эта печь чтобы начать ну чтобы закупить для нее трубу приготовлюсь к работе думаю что начну именно с двери потому что на мой взгляд это самое сложное видите чё дверь я хотел чтобы было не из досок поперек а из дозак из досок в вертикальных и поэтому нужно было сначала вырезать отверстие потом взять то что получилось вырезать приложить на новые доски их обвести и вырезать и чуть-чуть в итоге все не подходит друг другу чуть-чуть сейчас я это буду исправлять решите вот на таких вот массивных петрах она и будет держаться повешу покрою и пока она будет сохнуть я займусь окном как же так ее подогнать чтобы кое-где что-то совпадало я думаю что надо сейчас ее повесить потом прикрыть и посмотреть каких местах она цепляет в этих местах немножко подточить я думаю что чуть-чуть будет где-то цеплять но не сильно уже вижу внизу вот здесь ведь я криво срезал и она не вплотную становится надо чуть-чуть вот здесь прям сантиметрик как-то подрезать кстати здесь планируется свет и даже вода возможно здесь будет бак со сбором дождевой воды который мы поставим чуть выше на склоне и оттуда под давлением будет идти вода можно будет полику раковинку сделать чтобы постоянно там руки мыть например там какие-то овощи посуду и что касается света сейчас мы хотим протянуть кабель с отнизу от соседа вот сколько там метров ну 250 наверное выйдет этого кабеля вот сюда к нашему участку а потом его как-то как-то завести может быть под землей чтобы он не портил вид землянку здесь можно сделать и розетку и лампочку постоянную мой инвентарь инструмент пока приходится носить его постоянно сюда я боюсь бросить сверху проходит тропа туристическая мало никто заглянет а инструмент жалко помню сейчас очень-очень нужен мой инструмент удобно что аккумулятор взаимозаменяемый это не реклама деволта просто был такой шуруповерт я и все остальное взял чтобы все было взаимозаменяемое так я не знаю как там подлезть подпилить может быть сейчас сделать несколько надрезов именно лобзиком а потом как-то ножом сточить где моя пилочка буду пробовать плохо что сразу криво отрезал сейчас нормально не подлезешь то что вот так вот аккуратно свое все ладно я сейчас шлифану здесь вот так вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Не знаю, успею я сегодня сделать что-нибудь внутри, хотя бы одну лавочку успеть сделать Нормальную Ну вот, другое дело, да? Сейчас я буду ставить уголки Но сначала Хочу прикрутить сюда красивую металлическую ручку Прямо в стиле этих петель Так, ну что? Теперь нужно придумать половую краску обязательно, да? По-любому, потому что и снег будет туда внутрь с ногами заноситься Вот, надо будет подобрать половую красочку Какого цвета желательно? Я не знаю, выбрать Напишите в комментариях Может быть, какого-то серого Какой бы цвет туда подошел Или тоже коричневого И какой цвет покрасить вот эту крышу Снизу В общем, ждем в комментариях Ваших мнений На этот счет Пока не буду красить Так, ну и Пора приниматься за Ой Пора приниматься за уголочки Осталось Последнее, что здесь Портит вид Это вот эти вот грубые куски Ну и немного герметика Окно я проходил герметиком Еще сверху Для того, чтобы наверняка Не попадала через него влага Таким уголком Закрою все это дело Видите, цвет один в один У него будет чистая декоративная функция Ну вот, так уже намного лучше А сейчас я сверху все это дело Еще и уголочком прикрою Чтобы наверняка Последний штрих Торцевую досочку Чтобы края землянки Выглядели Аккуратненько Что, мне кажется Очень прикольно уже, да? Сейчас я ее докрашу Начну убираться Наведу как следует Везде порядок Уберу все лишнее Сложу аккуратно доски Инструменты И потихонечку Буду приступать К Уже Внутренним работам Попробую сделать сегодня Лежанки Стол Сколько успею До темна, в общем Ну вот уже Вроде бы И посимпатичнее Да, все Кисточки пусть сохнут здесь Да Скоро здесь будет полноценная лавочка Хорошая Солнце часа через два сядет Да Шесть часов Все верно Восемь будет темнеть уже Так, ну что Попробую с фронтона сделать Или все-таки Заняться скамейкой Так вот сидеть И смотреть на этот вид Очень круто В общем Здесь будет немножко не так Все это стоять дело Как сейчас Просто последний раз я ночевал Мне было удобно здесь поставить Скамейку Вообще Лежак будет вдоль этой стены А второй будет к стене Отстегиваться Печка будет вон там Вот Ну и Здесь будет стоять стол То есть Собственно Можно будет С этой стороны Устало сидеть И с этой стороны Устало сидеть Втроем Запросто Можно будет Устало Кушать Да и стол Можно сделать Тоже откидной Чтобы он Место не занимал Вот такая вот Тумбочка Будет сам стол А у него будет Например Подниматься Нижняя часть С ножкой И будет Тоже стол Длинный Допустим На На Большее количество Человек Вот так Я думаю Что можно Прямо из этого Лежака И сделать Лежак Три гигантских Петли На которых Будет держаться Верхний Ярус Все это дело Сейчас Надо освободить Оперативный Простор Надо подровнять Краешки С обоих сторон Это был такой Черновик У меня Я по-быстренькому Это сделал Чисто Чтобы переночевать А сейчас Смотрю Что довольно Такие Неплохо Главное Подрезать Чуть-чуть Краешки Смотрю Шло Смотрю Чуть-чуть Шло Шло Чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну ладно В общем, это будет перекладина несущая На ней будет держаться и нижняя полка И на нее же будет открываться верхняя полка Может быть, мы потом Оставшимися досками зашьем Вот эту всю часть И здесь будет такой вот уголок В этом уголке Можно будет сделать как раз-таки Какой-то полочки, вешалки Для, ну, при входе, чтобы было Больше пространства, чтобы вешать крючки Собака пришла Песель Ты чей? Чиста Песель Все Все Ну что, пробуем Пробуем класть Это будет вот так Вот так вот Ну неплохо, я вам скажу Очень надежно И по длине в самый раз, у меня рост метр восемьдесят пять И у меня ноги не достают До конца Метр девяносто, в общем, здесь можно спокойно лежать Но если больше, то я думаю, что у вас и так По жизни проблемы С тем, чтобы везде поместиться Потому что мир вообще сделал, мне кажется Для людей, которых рост метр семьдесят пять Даже с моим вроде бы не особо высоким ростом И то иногда там где-нибудь в поезде уже не влезешь Какой-нибудь газельки пассажирской Ноги девать некуда Так, я знаете что, я что-то устал Устал и начинаю замечать то, что я тороплюсь и косячу уже Головой ударился А пока там подкрепил лавку под, под лавкой точнее Поэтому я, наверное, торможу С вторым ярусом Второй ярус, потому что очень ответственное дело Если что-то там пойдет не так То пострадает и человек сверху, и человек снизу Поэтому с этим шутки плохи Я лучше займусь столиком А хочу его сделать из части, которую вырезал Под проем для двери Вот она, эта часть, которая была изначально в стене Которую я выпилил, а потом сделал дверь из вертикальных досок А эту отлично просто пустить на стол Сейчас я ее скрепил посредине Не сейчас, точнее, когда выпиливал наспех Сейчас я их откручу Сделаю более тонкие жерди внутри крепления Вот, и он у меня будет вот такого размера Ровно метр 50 сантиметров из него От него будет сразу стоять И 50 сантиметров будет подниматься Хотя лучше давайте сделаем 60 50 будет, а 60 будет подниматься Чтобы наверняка Вот готов уличный столик Здесь его сделаю Так же Стоять 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 отлично вырежу ножки пополам эта часть будет вот так висеть стол становится раскладным круто вот так вот не хватает саморезов нужной длины класс да и все вот пожалуйста один человек сидит за столом спокойно вот здесь рядом сидит второй а вот там на стуле можно еще двоих посадить вчетвером за этим столом свободно можно будет сидеть кушать а когда никого нет в одиночке чтобы столько места не занимать эта половинка будет опускаться как стола который все используют раз в год на праздник печку пока еще топить нельзя но я внутри кладу фонарик и получается очень прикольно то есть можно вы себе представить как круто можно будет наблюдать за горением дерева загорением дров в этом чудо камине классно да сейчас подмету уберусь и примусь за ужин отличный денек сегодня скоро будем завозить сюда дрова тоже нужно будет наверно помощников сразу машину дров и весь день будем носить рюкзак набьешь наверх рюкзак набьешь наверх но сначала надо подготовить место для них на дров нужно будет много на всю зиму потому что зимой тропа будет еще хуже зимой вообще ничего сюда нормально не поднимешь поэтому надо все что нам нужно заготовить успеть до снега такие вот дела так ну готовить сегодня я буду не мясо а печенку это говяжья печень очень полезная штука вообще в идеале ее каждый день нужно есть но хотя бы пару раз в неделю я попробую приготовить ее у меня есть садж такой вы наверное уже видели на костер его поставлю так но по сейчас надо нарезать печень и лук по факту больше ничего не надо лук соль печенка я еще макарошки сварю с макаронами печенка потому что это классика вот там внизу видите свет это светится город но я нахожусь 600 метров на высоте от него сам город находится на высоте 900 метров на уровне моря а я нахожусь еще на 600 метров выше вон какая панорамища здесь вот там лес горы национальный парк куча всяких пиков потом идет граница с китаем туда туда граница с киркестаном вот так кричитный арбуза черношки лук лук смеси лук 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 да можете ну чё смотрите сегодня дверь сделал окно нормально до конца сделал лавочку человеческую сделал уже с заготовкой под второй ярус стол пока вот такой сделал эта половина почти готова тоже осталось здесь все это дело соединить и убрать лишние самореза может быть я вообще их поменяю в следующий раз приду с более короткими печенка-то мягкая получилась пришло время ставить в эту ловушку поставлю прямо вот здесь и на дереве посмотрим кто там ходит возле моей землянки кабанчиков собачек ну и не дай бог какие-то вандалы так ну что работа закончена я поужинал фотоловушка установлена сейчас я дожгу костер наверное и на сегодня все с вами был канал походный оптимист подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны обязательно зайдите в описании посмотрите там интересные ссылки на мои другие соцсети и конечно оставляйте свои отзывы комментарии и лайки всего хорошего пока пока